Здравствуйте! С вами Сергей Корнилов. Сегодняшняя новолуния, как правило, это всегда замечательный праздник света. В это время мы наконец достигаем другой стороны пропасти жизни. И в конце концов мы обретаем все то, что нам так необходимо. Глубокая тоска чувствуется пообещанной нам месяцем Скорпионом, освобождающей силе. Хочется поскорее забыть о наших болях, о том, как мы проходили разрушительные циклы страданий и моменты, когда свет виднелся лишь где-то вдали. Основным испытанием месяца Скорпиона во время пребывания на самом дне, где царила лишь темнота, было осознать, что источник, в котором рождается свет, находится не где-то, а внутри нас. И мы никак не можем найти его вне нас. Похоже, что в месяце под знаком Стрельца мы также не обязательно будем нуждаться во внешнем источнике света, в отличие от месяца, когда на небосводе рулит нам льва. В этот период внутри нас может родиться так называемый сияющий метеоритный дождь. Это произойдет, если мы отыщем ключ, с помощью которого сможем открыть и высвободить свет обнаруженного источником внутри нас. Наш главный инструмент и сила в этом сакральном акте не может быть ничем иным, чем нашими возродившимися доверием, верой и надеждой в существовании Божественной Испрытии. Опыты, ожидающие нас впереди, всецело зависят от той степени веры, что мы взрастили во времена наших страстов. Нам предстоит познать, насколько непоколебимым является наш источник веры, или же наоборот, есть ли внутри нас действующий источник неверия. Наружу также выйдет, насколько мы сблизились с темнотой, и если мы не перестаем опасаться ее, то, безусловно, это ощущение ее близости ослабит нашу веру. Поддержкой нам может служить жреческая мудрость, что есть внутри нас, она придаст нам много сил, и если мы позволим нашему воображению сотворить крылья из перьев надежды, они вознесут нас над туманными сомнениями, и там мы будем тронуты Божественным присутствием Бога и Богини. Можно привести здесь сравнение с одной из аналогий стрельца, и это душа птицы, которая не оглядывается назад. Она лишь поднимается все выше и выше, смело устремляясь ввысь. Она, длинные облака, пролетает через врата солнца, поднимаясь туда, где она достигает небесный дом Юпитера, город мудрецов, чтобы познать секреты прочтения посланий источника и превратить их в творческий огонь. Вот так она становится небесным вестником, который вернется на эту планету через серебристый мост полнолуния, чтобы поведать обо всем, что узнала во время своего продолжительного странствия. В то же время Антарес Котт сегодняшнего полнолуния в стрельце указывает на один интересный переходный момент. В нем еще присутствует тишина. Дары жизни, которые пока еще остаются за пределами видимого, их еще нельзя увидеть. Казалось бы, что мы уже готовы встретиться со стражем перехода и пройти уготовленные им испытания. И он, посредством самых крайних испытаний нашей веры и прочих проверок, укажет нам, как далеко мы продвинулись в своем становлении источником рождения света, исходящего изнутри нашего естества. Однако, поскольку в восьмом доме происходит встреча Солнца с Луной, и таким образом видится нам, что внутренний лабиринт Месяца Скорпиона не хочет вот так просто взять нас и отпустить. Здесь на помощь приходит наше знание мифических историй и народных сказок. И мы еще должны доказать, что способны дать рождение Свету от источника силы наших духовных озарений. Родовые каналы обозначаются звездами под названием Хан, Аль-Мияд и Марфик, и они проектируются на соединение Солнца и Луны. Благодаря этому мы должны дать новое рождение Себе, если у нас есть достаточно веры и силы для перемен и для реального мистического воскресения. Подобное звездное послание приносит нам и созвездие Овна, где его асцендент находится в звезде созвездий Кита, Гивде или Динеп Кайтос, символизирующий выход из галактической тюрьмы. И, наконец, мы подошли к переходному моменту притворения в жизнь Света, счастья и освобождающего наполнения, где мы должны засвидетельствовать наш выбор в сторону счастья, жизни, свободы, правды и нашей божественной судьбы. Верим ли мы, что заслужили это, что оказались достойны этого, и что мы преодолели необходимость повторения кармических циклов, благодаря тому, через что нам довелось пройти до этого дня? Верим ли мы, что нам осталось сделать лишь один единственный, последний шаг, чтобы войти в жизнь? В нашу живую реальность давно созданных грез. Вопрос витает в пространстве вокруг нас. И вот настало время для каждого из нас, чтобы дать на него ответ, когда мы уже стоим на пороге нашей мечты. Более того, нас ожидает чрезвычайно мощный союз между Солнцем, Луной и звездой Антарес, семимерной, невероятно красивой звездой в сердце созвездия Скорпиона, которая является домом галактических Акаши. Эти кристально чистые соединения космической памяти могут осветить неразрешенные ситуации, и они могут создать гармонию в запутанных и неприветливых областях нашей жизни. В любом случае, преобладающим принципом этого месяца является наша вера. Она наша главная сила, которая соединяет видимые и невидимые миры. Так что, по милости неба и силой света наших душ, эти миры могут стать друг другом. Пусть нас ведет вперед наш оптимизм, доверие и радость, и признание совершенства во всем и всюду. И тогда эти силы перенесут нас вперед, в наше будущее. На масте Беатрис Цензель и Аника Гришко Перевод Бориса Пантелеева